Я вот встал сегодня 5 минут третьего, 2 часа практически, и уже не ложился, едва и два разговора долго, почти совсем, ролики готовы вчера, 2 часа, а некоторые говорят, ну, что сравнивать-то, пожилые люди, они мучаются бессонницей, поэтому встают рано, меня бессонницей. Кажется, 47 секунд мне нужно, чтобы я полностью отрубился и уснул, надо работать, и поэтому, если ты днем спал, то вечером ты мучаешься, чтобы заснуть, а я даже покрывал, не успею снять, и так сверху и ложусь, только-только раздусь, в другой раз даже нет, я раздулся, у порога упал, и лежу до утра, и господь принимает, Я сегодня встал до 2 часов, до 2-8, наверное, по-своему делал. Я говорю, да, о разумении, чтобы слушал внимательно, нет времени, то-другое. Я ни разу в жизни не слышал этого от мамы своей, что нет времени, и меня к этому приучили, ни разу не произнес в жизни этого слова. Времени нет, ты претензии к кому даешь? К Богу. А в Писании написано, лет жизни человеческой 70 лет, а при большей крепости 80, а мне 83-е идет. Я это считаю, говорю, как будто отстранен на ком-то, никак себе не могу никак войти, что это не обо мне речь идет, мне нету столько лет. Я моложе вас. Два часа. И даже подумал, если только в 4.40 встали, 10 минут в моем распоряжении, закрою глаза и усну, и проснусь. Мечта о 10 минутах. А это спокойно так, я не сделал, мне надо время. Вы понимаете как? Я делюсь опытом. С кем-нибудь так было, нет. В армии был, в армии-то я не знал Евангелия, ничего. И у командования добивается разрешения вставать раньше. Пойдем в 7, вставать в 6. Почему? Рядом Окинава. И там идут передачи на английском языке. Я надеваю наушники и в наушниках сижу часами. Я в классе, не было иностранного языка, никакого. Немецкий язык. Ничего. Считаю и война, и мир Льва Николаевича Толстого. Там целые страницы по-французски. А тут идет защита, подготовка к защите диплома. Сидим, чертим там с каждым проектом. Я возьми доебряк. Я говорю, как так, знали? А мы нигде не знаем. Кого не спрошу, не знаю. Ни одного иностранного языка не знаю. А кто-то сидит и бряхнул. Ну если так, так учи. А я не люблю такие разговоры. В этот же вечер я пошел искать. У соседки оказалась девочка. Она в 6 классе и учит немецкий язык. Показали мне, как буквы складываются. Что читать. Не знаю, купил или она дала мне 5 класс учебник. Начало. Никого нет. Не знаю ни одного слова. Через 6 месяцев я с немцами уже разговаривал. Они не просто, а признавали во мне ГОГ ДОЙЧ. То есть литературный немецкий язык. Потому что у них много наречий там свои. ПЛАТ ДОЙЧ и другие. И сразу занялся английским. Через 4 месяца. И уже с американцами, с ландичанами беседовал. И тут же занялся испанским и французским. Сокращать себя надо. И наши таланты не раскрыты. Мы за это ответим. Зажил, положил. А вот тебе твое ты мне дал. Потом я узнаю, что эта притча говорит об этом. И в армии я занимался языками. Изучением политических систем всего мира. И когда наступила перестройка, никто же не знал, что делать. Ко мне приезжали высоковощины люди. Спрашивали, какой строй, вы думаете, нужен в стране? Моя сын пастуха. У меня ничего нет. Я сегодня узнал. Вот горный Алтай, горы. Город заповеден. Приезжают люди полюбоваться. Раз, а ночи человека нету. Находят растерзанный. Показывают, на носилках несут. Медведь людоед. Снайперов вызвали. Ходят медведи. А медведь не прячется, а ищет. Инспектора ищут. И он тут накидается на одного. И все-таки они его убили. Разевает рот, показывает. Плохие, то другое. Их больше, чем положено, но на отстрел больше не пошли. Это я за утро узнал. И я один раз был там. И сказал, там делать нечем. Алтайские горы нечем. Вот стоят на вокзале люди, я попутно говорю, на перроне. В рюкзаке у всех. А куда идти? Горный Алтай. Почему там особая космическая связь? То есть колдовство. Особая космическая связь. Я отовсюду ездил, рерихи эти где-то. Ты один раз услышал, зачем туда ехать? Что ты там найдешь? Тебе, если охота куда-то, я тебе посоветую даром. Меня спроси, я помогу. Вот у меня сооружение называется балерина стоит. Трехэтажная. Кривые там такие ноги. Балерина и все. В общем, башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Абревиатура. Я тебе дам там поганое ведро и дам чистой воду. И запрись на неделю. Возьми Библию и с кем не разговаривай. Испытай себя, кто ты. На что ты способен. Ведь иногда есть лежачие. Я ребятишек спрашивал, когда в лагере. Что тебе охота? Спать охота. Ой, спит. Спит? Завтракать будешь? Да спать охота. Все. Работать не хочешь? Ложись спать. Но вот завтрак, он зашевелился. А не зачем шевелиться? Ты не работал. В обед. Я спать не хочу. Исхочу. До обеда всего только. Так будешь утром быстро вставать? Буду. Все, я его вылечил за один раз. А мать не могла его до девяти лет выучить. Рано вставать. Приучите детей. Рано, с удовольствием вставать. На встречу Господа. Это наша интимная встреча с Ним. Повторяю, дорогой брат Николай. Мне рано вставить, потому что возраст. А у меня наоборот. Чем дольше, тем больше. И время Бог дает. И все. От тебя зависит. А в работе 4,40. Это уже закон. Считай, я выиграл сегодня 2 часа 40 минут. А за 2 часа 40 минут сколько бы ты сделал? А я не высплюсь. Руку себе отрублю. Не отрубишь. Что ты хочешь рубить-то? Ну хоть раз ты себя испытай. Я бунтовал, что 8 часов, пока одеваешься, раздеваешься. И начал убирать. И уже в течение полгода, там допустим, сколько было? 5-6 часов я его довел до 2,5 часов. Каждые сутки только 2,5 часа на сон уходило. Где на практике были. Все спят, вещи она там пробунтует. Я встал рано, рано. И пошел там в лес недалекое, в озеро, искупаясь, идутся. Собирают ягоды, а они спят еще. Встают, ничего они не знают. Это тогда, до этого. Вот оно и избрание, когда совершается. По времени. Приучите детей. Девочка не хотела вставать. Встает, смотри, нормально. Хваталась, а за мать прямо никуда не шевелишь. Ну это же у нас здесь было. Уже отношение совершенно другое. Я уж не говорю про парня. Вчера он у нас коронился. Сколько раз говорил. Сходите и скупайтесь. Каждый раз говорил. Показал, как в батакса. Погружайтесь. Глаза, рот раскрытый. Не ребенок только, а взрослый. Все заснято. Я сидел рядом в лодке и фотографировал ваши распяленные рты и испуганные глаза. Хватаются куда-то руками, как бешеное. Воды боятся. Да как можно бояться, когда всего-то вот. Дальше ты же на земле стоишь. Рядом священник. Люди рядом. С чего ты рот раздинула? Вы на себя-то посмотрите и скажете, что это не я. Это моя кожура только была. И после, когда кончится крещение, я перескакиваю на другое событие. Начинаю говорить, а ничего это не повторимо. Когда было бракососочетание в церкви-то, ну а он не смотрит, а там без цифр-то не бегут. Когда кончили свадьбы-то. А у него еще не записано. Вещание-то. Они подошли к батюшке. Мы еще заплатим, сколько там положено, 800 рублей. Ну, сделать повторно. Он говорит, сделать я не могу. Повторно это не делается. Но обряд внешняя форма, просто как это было, я могу показать. Хорошо, хоть что-то снять, показать. Заснять, чтобы батюшка рядом и проще. У нас люди фотографировали. У Игоря тут была жена Марина. Она вот так вот сложила руки. Погружение из воды. Три раза. А это, мол, в голову. Опять приходит. Ну, сейчас погружаться опять, чего ты вытираешь? Ну, лицо-то зачем тебе от воды оттирать, когда тут же опять в воду идешь-то? Уж батюшка мой волосы растирает, смотрит. Борящая страна. А ведь я сколько раз говорил, сходите на это место, покупайтесь, погрузитесь, вообразите. Кто ходил? Кто ребенка взял? Ведь он вчера совершенно невнимаемый сделался. Батюшке надо было с головой-то и идти в землю, под воду. Как он метался-то? Он орал. Развитый ребенок. А он лезет на батюшку выше. Куда? Ясное дело, что не купали, не нуждаетесь. Я говорил до этого, сколько раз идите, идите, потренируйтесь, приготовьтесь, не пошла ведь. Как мы ничего не успеваем? Мне не надо слова ваши. Я не слышу, это хорошо. Я надеюсь, что у вас вот мужчины хоть раз, вы же их отправляли, ни разу не взяли. Что ей надо? Не успевает, говорит. На все, понимаете? На все ответ есть. Главное, это упущено. Дети, которых вы не учите, вы из-за них погибнете. Ты его на небо приведи, а ты его на озеро не привела. Вот сейчас написала Марина, там у нас была такая, Михайлюк. С внуком едет туда Максиму, когда чего не знаю. Вот. Маленько, в другое время она. Каждый день ходила, рыбачила. Какую рыбу она большую приносила отсюда, карасей. С внуком. На огороде полет. Ее не надо ничего было заставлять. Такая же женщина с внуком. Меня тоже никто не заставляет. Все в прошлом. Рука одна в нее не погруженная. Завтра раз батюшка как-то оторвал руку и все, он будет воровать у вас. Вы-то нас вспомните этот день тысячу раз. Мне не надо это говорить. Я вам говорю, покайтесь, может быть, выморите прощение у Бога. Вы еще не понимаете, о чем я говорю. И еще нельзя сделать уже. А если вы готовились к этому такому важному акту, когда душа записана на небе будет, когда все меняется. Ты бы его десятки раз сводила, сынок, вот так руки сложи, давай вместе погрузимся, все. Он как бешеный сделался совершенно. И какие-то обиды сразу. Десять раз не сбегало. Так у вас несколько раз вы должны были купать, написано, когда вы приглашение. Мы несколько раз в день будем купать. Я говорю железо, железо написанные слова. Не вы, вы должны были пойти купаться. Кто такие вы-то должны? Вы бы все их... Я раза два или три сказал, сходите на озеро. Я говорил здесь всем женщинам. Вы слышали такое, футболист Пеле? Говорит, сходите на озеро. Мы-то ходим посреди работы. Вообще ни разу не ходили в город. Футболист Пеле, кто такой? Объяснием. Здесь создалась такая суета. Нам даже на озеро. Я сама это переживала. Пеле, кто такой? Так пока ничего не говорите. Пеле? Футболист Пеле, кто? Бразилец. Бразилец. Номер один во всем мире. Золотой мяч называли. Искребленный позвоночник. Ему это занялась им. На первое место в мире вывела. Ураган с собакой, с которой вы ходите. Хозяин ее Павел звать был. Я слава слов. Сергей я знаю. Развелся. На память оставил сына и собаку. Пошел в губой. Нашел более молодую, подходящую ему, веселую. А она собака тут большой. Что сделает? Она выносит правильное решение. Вести в ветеринарную. Заплатить ему уколы. Называется усыпить. То есть умертвить. Слово усыпить. Подмена идет, чтобы о смерти не знали. И Сергей взял его. Ничего не знает. Сделал его чемпионом России. Это что-то стоит. Собака. Чемпионом России, когда столько везде собаководства, клубов. И там вводят лучших. На соревнования лучшие из лучших. И он всех победил. Золотая медаль. А здесь сын здоровый, крепкий. И ни разу не сходить. Да за один раз можно так было научить его. Он бы из-за воды не вылазил. Вам нужно рассмотреть это все. Теперь уже ничего. Молитесь об этой руке, которая не погружена один раз. Один раз это из трех. Третья часть жизни. Можно ли это? Бог знает. Мне пришлось быть в лагере Жанна Таржиамульской области. А там бывает арестуют ее. А она беременная уже. Рожают. А куда ребенка-то? А у охранец бывает детей нет. А сразу усыновляют. Ребятички хорошие. Послушай, ну вот 16 лет. Они делаются как демоны. И ничего нельзя сделать. Воруют, тащат. Они не знают, что теперь с ними делать. Он усыновлен. Усыновлен, он имеет претензии на жилище. На все. Она не знает, хоть из дома беги. А почему молитвы не было? Ты видела, какое гнездо? Откуда пришел? Так он такой был. Такой был, такого уже нет. С этого дня начинается другой отсчет. Сегодня усильте молитву. Я, батюшка, можете согласиться. У меня опыт в десятки раз больше, чем у любого епископа. Если я с детьми, начальник детского лагеря, как директор, фактически 48 лет. Это опыт или не опыт? Тысячи детей. Займитесь им. Ничего повторить нельзя. Только теперь так. Прости, Господи, я не люблю детей. Я не учила их. Повторяю. Самые лучшие в мире воспитатели были те, у которых детей не было. Один из самых лучших, это Ян Златоуст. Вторые, дальше святые отцы. Ни у одного детей не было, они монахи. И посчитайте, что о детях говорят. Отец мировой педагогики признан, Яна Москаменский. Священный, католический. И там все описано, как нужно с детьми. Ясно? У меня книга крестного православия. И там написано о семье. Тема. Посчитайте. Выберите время. Я повторяю. Моя Мария, мать Мария Егоровна, имела не двух, а десять детей. Пять парнишек, пять девчонок. Кроме того, она должна за отцом еще ухаживать. Он вот так руки нету с фронта. Кроме того, бабка, которая восемьдесят с лишним лет. Она, кажется, в девяносто шесть лет умерла. Вот прямо через дорогу жила. Две коровы. И каждый день вручную, утром, в обед и вечером подои десять-двенадцать коров. А ночью идти провеивать хлеб на таку. Там упала на пшеницу. Проснулась четыре часа. А по звездам определяли. Часов не было ни у кого. Я ни разу мать свою не видел спящей. Ни разу не видел больной. А они не знали эти слова. А я не могу. Если тебя сегодня там возьмут, начнут долбить, ты будешь первая бегать. А это очень быстро все в жизни делается. Мы не знаем, что будет завтра. Пища, начертания зверя вот рядом будет. Будут бить, убивать. Люди будут валяться на дороге, как осенние листья деревьев. О чем говорит Ефрем Сирин. Я сейчас говорю о сне. Сон про образ смерти. Почему не забунтовал? Я обращаюсь. Подражайте Павел. Мне, как я Христу, я могу это сказать? Почему я занялся сном? Я не сказал сегодня, а завтра нет. Медленно начал срезать. По пять минут. Два с половиной часа. А дальше я уже стал спотыкаться от него. Все на этом остановился. Ничего не посядно. И год за годом, десятилетие за десятилетиями, у меня два с половиной часа в сутки. Остальное, поэтому так Бог позволил сделать это. Столько написать, сказать, с детьми быть. Поездки и проще. Это Бог делает. Я делюсь опытом жизни. А вы можете больше сделать. А то я не могу уже... Ты сам себя задал, берешь. Этих слов я ни разу не сказал жизни. Передо мной задача сейчас сделать. Я один вопрос задаю. Кто-нибудь так делал когда-нибудь? То есть, возможно ли это? Я слышал, слышал, уверен, что было бы. Все, я берусь. Если оно нигде не было ни разу, тут я под сомнением, не знаю, начну, а может быть, оно и конца не имеет это дело. Может, жертва требуется какая-то. Я говорю больше счастью Николаю. Он сказал, я не могу, мне сна не хватает. Ты, брат, начни. Ты, брат во Христе. Начни бороться с этим. И, глядишь, получится. Мы будем молиться. Включи в свою молитву особо. Избавь меня от излишнего сна. Арсений Великий говорил, монаху достаточно одного часа. Ну, я знаю, это как Елизаров, Костик, вот, наращивает ноги. Три часа у него уходит. Рафаэль, Леонардо да Венчетри, три часа. Три часа. Сколько у моей матери было, я не знаю, ну, наверное, два часа. Я на один раз только видел, заскорбила. Сидит утром и говорит, моя молитва, видно, Богу неугодная. Я когда пришла, то на постель не пошла у порога. На молитву стала, уснулась, а голова уже к порогу. Видимо, во сне повернулась. Меня Бог отвернул. Она, наверное, неграмотная женщина. Но она рассудила правильно. Утро к выходу легче. Голова куда повернута, определяет, как у Новикого прибоя. Солдаты сойдут и... Ну, пьяная. Ну, как проверить? Если найдут солдата, это матроса, и он головой кораблю, ну, пьяный. Молодец. Напился, ну, отдыхал. А курс держал правильно корабль. А если в другую сторону, негодяй, подлец. Ведь удрать хотел, но водка помешала. По направлению головы определял я в ногу в пахту отправить его или в каюту на кровать положить. Я говорю, а вы еще ни разу не пробовали. Сами зайдите с сыном, скажи, давай, сынок, разберем, почему ты испугался. С чего испугался? Значит, плавать не умеет. Не учили. А я с чужими детьми сколько занимался и выдавал им. Книжечки такие были, осводовские, там, спасение на водах. Торжественно, что он сдал экзамены. Один сдал экзамены, и по пирсу-то пошел дальше-то, и свалился в воду-то, и заорал. Вечером опять полное собрание в лагере было, и изъят был документ. По-новому он поступил на первый курс. Учиться плавать. Ты будешь заниматься с чужими детьми? У тебя на самого себя времени нет. Не будешь. И я тебе говорю, брат, это по любви. Начни сегодня. Сейчас. Ты не думаешь, что я гляжу к Юрию, такой, а, вы вот влюбились, там, Юрия, то другое. Я его знать не знаю, пахнут он какой-то, чем он пахнет, кто его знает. И вот он приехал, запишем мы, и как познакомились. Ну, кто его знает-то, где. Ну, вот любое дело он бросается бегом. Это мне вот так вот, бальзам на сердце. Екатерина выставлялась, а пикает, и пикает, фотографии только вылетают. И съемки хорошие, благодарю все сразу. Видишь как, она там и присядет, и к нам на плот-то там кто залазил, снимали. Мы начинаем молиться. У нас должна быть программа молитвы. Программа. Билла Гейнса, никогда не забывайте, чтобы сатанинские замыслы были разрушены. Вам о детях молиться. И о чужих, которых вы видели. А о нас мать молилась. Это я абсолютно точно знаю. Но дать она ничего не могла, кроме того, что дети, суд Божий будет. И там Бог говорит, терплю до конца, буду мучить без конца. Такой фразы нет в Библии, но смысл есть этот. Долго терпеливо, многомилостиво. Идите в гуку вечную. Прямо об этом говорится. Где плач искрежет зубов. Кому непонятно. Мы на работу сейчас помолимся. Сразу до 7 часов начинаем вытаскивать жерни. Вот остается у меня Петр здесь. С ним кто остается, умеет хорошо. Будешь работать здесь? Очищать. От коры больше ничего нету. Покажу топорик дадим. Ну и никто за вами. Никаких перекуров у нас нету. Поэтому мы работаем, мы работаем. Время сейчас, за столом. Вышли, не будем 2 часа сжать. Сразу выходим. У нас времени нет. Ты, Володя, забирай команду, кто остается. Остальные я попрошу брату помочь по огороду. Детей оставляйте, если еще нету. Обсудите это все. Так, Володя, ты среди сестер старше, найди, кто с ним пойдет на огород. Кто с детьми будет. Еще лучше взять их с собой. Приучите, чтобы пальчики вырывали травинки. Там, где морковки едут. А морковку они выверут в чистую полю. Слышите, какие они прекрасные. Так, становимся на валют.